Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро, доброе, добрейшее утро из города Пенза. Я нахожусь в городе Пенза, если кто был в Пензе, знает, прекрасный город, мне пока очень все нравится, очень нравится в городе Пенза, все прекрасно. Хорошо, дорогие друзья, и вот, значит, мы продолжаем изучать Тору. Написано в Пертьявот, что сказал Шамай, сделай Тору своим постоянным занятием. И очень важно, говорят, что в Талмуде тоже написано, что когда человек умирает, его первым делом спрашивают вопрос, ты установил время для Тора? И это прям невероятно важная такая штука, чтобы было время установлено. И мы держимся, мы держимся, вот, несмотря ни на что, стараемся не пропускать ни одного урока. И сегодня мы дошли до пункта в... до пункта мы дошли в злоязычие, в законах злоязычия. Сейчас я, когда готовил этот урок, у меня была одна очень сильная идея. Злоязычие. Хорошо, значит, итак, дошли мы до случая, девятый, девятый пункт это успокоить произносящего лошонара. То есть, вот, например, мы уже знаем, что злоязычие, это когда человек рассказывает другому человеку какую-то информацию, которая может быть правда с его точки зрения или, ну, само слово, правда, это то, как он видит, это его субъективная правда, но которая несет оттенок, который называется злом. То есть, делает больно, обижает, унижает, пренебрегает и так далее. Это все злоязычие. Это запрещено Торе. Запрещено говорить, запрещено слушать. Мы уже разобрались, почему? Потому что человек живет не в реальном мире, а в том информационном поле, которое складывается у него с помощью тех слов, которые он слышит и произносит у себя в голове. То есть, человек не живет в реальности, человек живет в своей истории, в своей интерпретации реальности. И если эта интерпретация реальности, она сложена из злоязычия, то он живет в злой, плохой, черной, такой закопченной реальности. Если же его субъективная реальность сложена из позитивных ожиданий, позитивных описаний, мечтаний, каких-то благодарностей и так далее, то он живет в позитивной реальности, то есть человек-творец той реальности, в которой он живет. Мало этого, тут можно дойти до самой крайней границы, самую крайнюю границу когда-то указал одну из самых крайних Виктор Франкл, такой был психолог, который в концлагере, психолог в концлагере, в котором он сказал, что вы меня можете посадить в концлагере физически, но моя внутренняя реальность, она принадлежит только мне, и в ней я абсолютно свободен. И он, находясь в концлагере, он представлял, как он оттуда выйдет, как он поделится, и он вышел, поделился, рассказал о всех ужасах, которые там были. То есть до крайности человек живет именно не в фактическом физической реальности, а в той реальности, которую воспринимает и создает своими словами. Значит, помолиться за Беларусь. Мне кажется, что в Беларуси все более-менее хорошо, что есть какие-то... Я даже не слежу за всей этой информацией. Почему? Потому что, представляете, вот один-два человека что-то делают, один-два человека что-то описывают в новостях, и весь мир, он об этом говорит, воспринимая с ракурса этих людей. Я не уверен в том, что этот ракурс, он объективен. Но я молюсь за всех хороших, добрых людей в Беларуси, в России, в Украине, в Израиле, в Камбодже, во всех местах, чтобы всем хорошим, добрым людям было хорошо. А плохие, злые люди, они сами себе сделают зло. Хорошо, двигаемся дальше. Успокойте произносящего лошона Ра. Существует один случай, говорит Рафзелен Плистин, когда выслушивание злоязычия оборачивается выполнением заповеди. То есть, слушать запрещено, но есть одна ситуация, в которой, слушая злоязычие, ты выполняешь заповедь. Что это за случай такой? Как-то может быть, что ты нарушаешь запрет Торы слушать лошона Ра, но при этом ты выполняешь заповедь. Вот такая вот парадокс, значит. Как он описывает? Касается этой ситуации, когда говорящий обижен и хочет поделиться с другими своим горем. Кто-то его задел, уязвил его самолюбие, нагрубил. И он жаждет высказать все, что у него наболело на душе. Ему надо выплеснуться, и тогда ему станет легче. И он выбрал вас. Вы его поверенные, которому он решил доверить свою тайну. Другим он не доверяет. И в этом случае, если вы его выслушали и успокоили, то что? То тогда он успокоился, вы выполнили заповедь. Важное условие. Никому не передавайте то, что вы от него услышали. Еще одно условие может быть главнее первого. Вы ни в коем случае не должны верить в то, что услышали. Это очень сложная ситуация, да? Я вот пытался, есть люди, которые жалуются, жалуются, жалуются. И я думаю, может быть им легче станет от этого, что они жалуются. Я пытался выслушивать. И вы знаете, получалось наоборот. И им хуже становилось, и мне хуже становилось. Но бывали ситуации, когда... Когда... Вот это, кстати, здесь психологи очень разделяют мужчин и женщин. Я когда-то читал одну книгу психологическую, что женщинам нужно высказать. Вот им просто нужно поделиться. А мужчины, они сразу стараются решить ситуацию, решить задачу. И возможно выслушать там где-то срабатывает. Я не знаю. Ну, давайте, если вы хотите выслушивать Лошона Ра, чтобы успокоить говорящего, ваше намерение успокоить его, утешить его и так далее, то самое главное не верить. Не верить. Значит, приводит он пример. Не успел Шехтер выйти на улицу, как был схвачен Полонским, который находился в состоянии крайнего возбуждения. Если бы ты видел, что со мной только что сделал этот Шнайдер. Шехтер видит, что Полонский очень взволнован, но стоит ему выпустить пар, как он тут же вернется к обычному добродушному состоянию. И Шехтер поступит абсолютно правильно, если выслушает Полонского до конца. Постарается его утешить, но он должен проигнорировать все, что услышит про Шнайдера. Смотрите, значит здесь, ну вот мы выучили, это как такие законы поведения. Я не знаю, тут надо еще очень нужно учитывать, насколько вы человек впечатлительный. Потому что если вы человек не впечатлительный, и вам все равно, это одно, то, что вы слушаете. А если вы знаете точно, что когда кто-то в негативном состоянии вам что-то рассказывает, вы наоборот, вы войдете в его состояние, так лучше не надо. То есть тут нужно именно с поправкой на свое эмоциональное состояние, на свою впечатлительность. Хорошо, значит с этим законом мы закончили. Я все-таки советую, ну тут нельзя советовать, но вот это я. То есть нужно для себя понять и осознать, что негативная информация, негативные эмоции, негативные ожидания, негативное беспокойство, это конкретный яд для человека, для его души, для его нервной системы. И ну как бы жить в этом яде, я не люблю, например, я не могу. Я даже вот не смотрю фильмы про войну, не смотрю фильмы про катастрофу там и так далее. Я впечатлительный человек, и я, чтобы не впечатляться, я стараюсь избегать всяческого негатива. Хорошо, теперь, значит, история про любаяческого Рэбе. Мне кажется, что вот мы из этих историй, очень много можно выучить полезных таких вот законов, вещей, и как раз истории хорошо запоминаются. Значит, история называется «Особая доставка». «Был такой обычай, что накануне Песоха Рэбе раздавал мацу шмуру». Что такое маца шмура? Значит, на Песох. Песох – это день исхода из Едипта. И Песох во всех поколениях, есть повелевающая заповедь из Торы, значит, в Песох воздержаться от работы, то есть в Песох нельзя работать. В Израиле это один день, первый Песоха, и седьмой день, последний. За границей это два дня первый день и два дня последний. И значит, в первый день Песоха, вот эта ночь, до Песоха, до этой ночи, нужно уничтожить все квасное, что есть в домах, уничтожить весь хлеб и все квасное. И это заповедь. Теперь есть повелевающая заповедь из Торы всю ночь Песоха, вот эту ночь пасхальную, рассказывать о исходе из Едипта. Пасхальная года – это повелевающая заповедь из Торы. И как это все было? Так передается из поколения в поколение, как был исход из Едипта. и съедают мацу. В память о исходе из Едипта съедают определенное количество маца. Это мука и вода, которые запечены до того, как успела текста закваситься. То есть до 18 минут. А есть маца-шмура называется, маца-сохраненная, которую делают из зерна, на которое ни капли воды не попадало от момента снятия зерна с колоса. Это называется маца-шмура. Там все вручную, там так за ней следят вообще, чтобы ни капельки не было закваски. И вот Ребе, который выполнял заповеди на самой высшей, ну, как только возможно их выполнять. Он ту мацу, которая называется маца-шмура, сохраненная, он перед Песахом, вот Эрв, это канун Песаха, ночью начинается Песах, ее надо кушать, а он с утра раздавал эту мацу. Раздавал, раздавал эту мацу. Ну, и, значит, был такой раввин, Истроль Духман его звали. И он, значит, у этого Истроля Духмана был приятель, которого, писатель, писатель, которого звали Хайм Гранде. Хайм Гранде. Хайм Граде. Я когда-то читал книжку этого Граде, значит, Граде этот учился в ешивах, в литовских ешивах он учился в молодости, а потом он оставил религию и стал такой Хайм Граде этот писатель, стал писателем. Значит, интересно, что я читал одну его книжку, так просматривал, но видно, из-за чего он оставил религию. У него вся книга, она такая, как посвящена, вот, все время в книге кто-то кого-то хотел, кто-то, у него, знаете, есть Ецерара, животное начало, и вот оно у кого-то очень сильное. А по Торе мужчина должен, не может он спать с кем хочет, когда хочет и как хочет. И видно, что вот, ну, мне кажется, что настолько эта тема у него так она выпячивается, да, что, в общем, он оставил религию. Оставил он религию, был он этот Хайм Граде, как написано, нерелигиозный. Но вот этот вот раввин Исроль Духман, он с ним дружил, и он, видно, хотел его приблизить. Политика Рэба Любайческого была, что каждый еврей, как бы он далеко не отошел от Торы, в нем есть вот эта вот искра божественная, да, которая, которая в нем есть где-то внутри, и обязан, он нужно его приближать, нужно его вернуть к Торе, чтобы он стал религиозным и так далее. Рэба очень, это была главная его идея, и он, значит, всех своих вот учеников он этому учил. И вот, значит, этот Хайм Граде, хотя он был нерелигиозный, в канун Песоха он каждый раз просил Рэба, просил этого друга своего раввина, чтобы у Рэба взяли для него мацы. И, значит, каждый канун Песоха вот этот вот раввин Духман ездил к этому Хайму Граде и привозил ему кусочек этой мацы, чтобы он в Песох ел вот эту вот кошерную мацу. Теперь, значит, этот Граде, он ждал его с нетерпением, и он говорил, однажды он сказал, вот когда наступает канун Песоха, я дрожу от мысли, что мацы от Рэба не будет. Так он вообще к этому серьезно относился. Теперь дальше. В 78-м году, после обширного инфаркта, Рэба перестал раздавать мацу и передал эту задачу другим. И Раф Духман продолжал брать мацу для Граде, передавал ее, встречался с ним и так далее. И однажды он не позвонил. Этот Хайм Граде, который был уже нерелигиозный, но он, для него это была его единственная, может быть, связь с Богом, он позвонил сам и говорит, что, где же моя маца? Тот ему говорит, мне не дали в этом году для тебя. И этот Хайм Граде, он говорит, если я скажу, что могу прожить без этой мацы, сказал писатель, и что я не ждал ее, я буду дважды лицемером. Он говорит, я ждал ее, это для меня очень важно и так далее. Ну, все, говорит, можешь больше не приезжать. Так он ему сказал. В тот год Граде использовал обычную машину и мацу, которую он купил для Седера. Он покушал, видно, видите, даже самый нерелигиозный. Я помню, у меня единственная связь с еврейством. Я родился в нерелигиозной семье. Вообще у меня не было никакой связи с религией. Но каждый песок, я не знал, песок, весна, песок, то есть у меня было такое, ну вот, кроме слова песок, я ничего об этом не знал. Как-то где-то кто-то передавал мацу, и я съедал кусочек этой мацы, вообще не зная, зачем я ее ем. Когда, ну, то есть я знал, что это песок, это маца. Но все, кроме этого я не знал ничего. Но вот эта связь оставалась. И вот, значит, Рэбэ уже был в то время очень пожилой и так далее. И вдруг он находит этого Рава. И уже приближался седьмой день Песоха. Он приносит кусок мацы и сказал он этому, доставить ее этому хайму, этому писателю. Как он узнал, почему не написано здесь. Значит, нашли, нашли этого хайма и дали ему мацу. Этот граде, он был очень горд, и каждому встречному говорил, что Любавич Тереба передал мне эту мацу с особым посыльным. Для него это было просто прорыв и так далее. Но тут самое интересное, я сейчас не буду заканчивать эту историю. В общем, вскоре после этого Песоха этот хайм граде скончался. И когда он скончался, он попросил его похоронить по религиозному обряду в Талите. То есть, возможно, вот такая маленькая вещь, маленькая вещь, как кусок мацы, который вспомнили, передали и так далее, он может изменить человека, заставить его раскаяться, вернуться к Богу и так далее. И вот я после того, как прочитал этот рассказ, я подумал, что по факту-то мы же не, как сказать, вот когда человек, человек живет в своих субъективных представлениях о мире, да? Кто-то что-то сказал, кто-то рассказал Лошонара, кто-то рассказал Доброе Слово, кто-то сделал один поступок, другой. Но связь человека с Богом, она идет через людей. То есть, человек должен услышать о Боге, потом он должен эту информацию, когда ты услышал ее. Ты, я помню, когда-то один человек нарушал Йомти-Пура, я ему говорю, послушай, ну ты же еврей, как ты можешь нарушать Йомти-Пура? Да, мы с Богом друзья. Я говорю, ну если ты с Богом друзья, говорю, так что тебе тяжело для Бога сделать? Ты же хочешь, чтобы Бог был твоим другом, так ты тоже сделай что-то для Бога. То есть, человек, он с Богом все равно взаимодействует через вот эти вот какие-то истории, какие-то фразы, каких-то людей. Я сейчас, последнее, что я сейчас помню, хочу закончить этот урок, вот как работает связь с Богом. Как-то я еще лет, наверное, около 15-20 назад проводил урок в доме у Вадима Зиновича Рабиновича. Вадим Зинович Рабинович, он такой очень человек, такой сильный, властный. И он собрал у себя дома своих друзей, знакомых и попросил меня провести урок. И там пришел один человек, такой бизнесмен Еврести, такой, ну, очень богатый, там, мультимиллионер, блатной-блатной. И он пришел такой, ну, без типы, понятное дело. Ему Вадим Зинович говорит, одень мне что-то на голову, нельзя Тору слушать с непокрытой головой. Тот такой сидел в платочек, он положился на голову, такой сидел, слушал. И потом он меня прерывает и говорит, а вот я Бога вот не могу понять, вот как Бог мог, ну, что-то он такое задал вопрос. И, а я был тогда вот как раз такой религиозный, с бородой преподаватель, очень был такой тихий, скромный, боялся сказать хоть одно слово такое, знаете, ну, чтобы, не дай Бог, не сказать там лошанара, никого не обидеть. Очень был скромный, в то время работал над этим, работал. И Вадим Зинович, он мне говорит, он меня назвал профессор пророчести, я потом стал профессором, он говорит, профессор, говорит, можно я ему отвечу? Я говорю, конечно. Он к нему поворачивается и говорит, слышь ты, говорит, морда тупорылая. Вот так вот прям он, прям ему конкретно так и сказал. Ты, говорит, не понимаешь, как табуретка устроена, на которой ты сидишь, как ты Бога хочешь понять. Ты, говорит, сиди спокойно, слушай, набирайся информации. А когда ты наберешься информации, тогда ты, возможно, что-то начнешь вопросы задавать. Так он ему сказал, мне это, знаете, как вот на всю жизнь отпечаталось, как он, ну, с ним на его языке, он ему говорит, слышь ты, морда тупорылая. Но тот не обиделся, тот не обиделся. И я вам скажу, что сейчас этот человек, он религиозный, соблюдающий, очень много делающий для евреев, вот тот, который сидел с платочком на голове. И весь вопрос в том, сколько ты получишь информации и от кого, и в какой форме. Возможно, кого-то это бы оттолкнуло, но ему в тот момент, чтобы это было показателем, что, ну, я не знаю, что там было, мы можем только догадываться, как кто кого воспринимает. Я знаю факты, что он пришел тогда один из первых разов, он хотел очень так, ну, нагло, некрасиво поговорить про Бога. Его Вадим Зинович очень жестко конкретно, как бы, остановил. И потом этот человек стал религиозным, все. Поэтому, если вы не просто слушаете уроди Торы, а у вас есть уже внутренняя связь со Всевышним, и вы хотите, чтобы эта связь усиливалась, то очень важно, очень важно стараться вот такими, как мы прочитали в этом рассказе, кому-то помочь, сделать какой-то знак. То есть люди воспринимают, вот если вы религиозный и говорите о Боге, то для людей вокруг вас вы являетесь, как бы, показателем, что происходит с человеком, когда он начинает изучать Тору. Это нужно помнить и нужно стараться, как сказать, соответствовать вот этому высокому статусу человека, который установил связь с Богом. Все, удачи, всем успехов, благословения, здоровья, счастья и всего самого хорошего. Все, всем удачи, успехов, до свидания.